Хай, когда я первый раз проходил игру, Зоти, как и у всех, бегала с фонарём, но только на сложности Путь Проклятых стало ясно, что Зоти должна использовать два оружия. По игре она напоминает фугу из тирании. Вначале полностью бесполезная, но потом роза расцветает и начинает всех резать шипами. Характеристики. У неё хорошие статы для бойца Димахера. Сила была важна в первой части, потому что нужно было пробивать вражеский вычет брони. Во второй части механику брони изменили, главное, чтобы у оружия было хорошее пробивание. У неё много агила, что важно для использования двух оружий. Низкое восприятие компенсируется бонусом точности оружия и заклинаниями Зоти. Штраф точности за использование оружия с лёгким щитом такой же, как и за использование двух оружий. Суммарное время на атаку кинжала со щитом 4 секунды. Когда кинжала 2, суммарное время на атаку кинжалом 2,5 секунды, то есть на выбор, одна атака в 4 секунды или две атаки в 5. В первой части лёгкое оружие никто не брал, поскольку оно разбивалось в вычет брони. Во второй части из-за изменения механики брони превосходный кинжал с пробиванием 10 пробивает любой средний доспех отличного качества, все лёгкие доспехи и все мантии и наносит чистый урон. В начале игры нет хороших средних доспехов, кроме нагрудника Дьявола Искорока, который можно украсть в литейной марихе. Но претендентов на этот доспех слишком много. Это нагрудник Дьявола Искорока, средний доспех легендарного качества с базовым классом защиты 11 и временем восстановления 35%, но также он имеет дополнительные эффекты, подвижность, минус 20 к времени восстановления, то есть суммарно штраф будет всего 15%, в будущем его нужно будет загрейдить на механический разум. В самом верху карты есть деревня Янвик, мужик попросит спасти его сына, чтобы пройти квест надо много дипломатии, в награду он даст вам броню. Это чешуя защитника очага, легендарный доспех, дает ауру брони и резистов, если отношения мейна и отряда хорошие, или штрафы, если плохие. В Никитаке в начале игры по квесту о враждующих семьях, независимо от исхода квеста, вы получите меч. Закат, меч отличного качества, эффекты, пробивание при атаке одной цели вместе с союзником плюс 1, плюс 15% скорости действия, 50% промахов становятся легкими попаданиями. На острове Саюка за 27 тысяч можно купить копье. Копье легенда, пробивание 11, эффекты, удар жалости, шанс новенного восстановления при попадании 33%, смертельные раны, попадание этим оружием вызывает урон 20% в виде чистого постепенного урона. Навыки, на первом уровне берем атлетику, дальше можно максить алхимию для прохождения проверок или атлетику для самолечения. Пассивные навыки, дипломатия, когда вы закончите личный квест зоти и заградите фонарь, можно будет перекачаться в религию или играть с двумя оружиями и оставить дипломатию. Священная Жатва. Базовое заклинание первого уровня. Урон 120, бешеный урон на любой стадии игры. Проблема в низкой точности зоти. Базовая точность зоти 22, стойкость врагов 62, разница минус 40 единиц. Чтобы было попадание, на рандоме должно выпасть число от 90 до 100. Диапазон от 1 до 90 это промахи и легкие попадания. 100 минус 90 равно 10. Шанс зоти попасть заклинанием Священная Жатва 10%. Из-за низкого восприятия, низкой базовой точности класса жрец и высоких резистов врагов на пути проклятых, зоти должна полностью отказаться от атакующих заклинаний и использовать только лечение и бафы. Благословение. Плюс 5 восприятия на 20 секунд в громадном радиусе. Базовое заклинание третьего уровня. Выведение. Союзник невидим встанет и восстанавливает здоровье, но на него все равно действует аое заклинание. Время каста полсекунды. Вы всегда успеете его применить. Сильное заклинание. Актуально всю игру, особенно в начале. Альтернатива заклинанию приведения в чувство на 9 уровне. Телесная молитва и святая медитация. Слабые бафы. Первый только в одну цель, второй имеет низкую длительность. Отталкивающие печати столб веры, нюки, которые будут миссовать. Духовное оружие. Хуже, чем оружие высокого качества. Плюс зоти начинает игру с фонарем и серпом. Культовая проекция. Слабые хилы, слабый урон. Долго кастуется. Линия каста узкая, поэтому нужно тратить время на выбор позиции. Берем, потому что больше нечего брать. На третьем уровне зоти будет использовать одно оружие. Можно взять способности оружия в одной руке и оружие и щит. А на седьмом уровне перекачаться в два оружия. Четвертый уровень. Подавление печали. Вредное воздействие приостановлено на 10 секунд. Мощный диспл. Снимает все даже за выражение и доминирование. Уровень 5. Освещенная земля. Основное хилящее заклинание. Актуально всю игру. Мрачное благословение. Усиленная версия благословения. Длится на 10 секунд больше, 50% легких попаданий становится обычными. Проблема в том, что оно на одном уровне с освещенной землей. Вы будете тратить оба коста на землю, потому что забафанные мертвые тиммейты урона не вносят. Берем волю БК. Шестой уровень. Реакция змеи. Триумф крестоносцев. Плюс 200 здоровья за убийство. Красиво звучит, но на практике вы будете стараться держать отряд на максимальном уровне здоровья. Поэтому триумф будет мало лечить. Преданность для правоверных. Плюс 20 точности на 30 секунд в среднем радиусе. И такие же дебафы врагам, если попадет. Заглинание имба. Зоти берет дуалы и идет на войну. Уровень 7. Преданность для правоверных и стойкость. На восьмом уровне нечего брать, поэтому берем концентрацию или триумф крестоносцев. На девятом уровне берем привидение в чувство и опытный целитель. Десятый уровень. Непробиваемый. Духовный союзник. Он танчит, дамажит и отвлекает врагов. Самое главное, у него есть лечащее заклинание, которое он может использовать бесконечно, пока жив. На одиннадцатом уровне берем духовный союзник и быстрое заклинание. Уровень 12. Обзор. Щиты для правоверных. Плюс 25 отклонения на 30 секунд в маленьком радиусе. Малое воплощение божества. Плюс 20% урона. Плюс 40 максимальное здоровье. Плюс 5 ко всем характеристикам на 30 секунд. С такими характеристиками любой превращается в машину для убийства. Зоди не чувствуют врагов и требуют драконов. Уровень 14. Больше урона от критов. Уровень 15. Сопротивление заклинания. На 16 уровне можно брать что угодно. У нас и так много заклинаний, которые нужно скастовать в начале боя. Берем искры праведной души и короны для правоверных. Уровень 17. Ураган священного огня. Уровень 18. Триумф крестоносцев. Уровень 19. Благословение Ваэля и престиж. Уровень 20. Духовное оружие.